Всем аквариумистам и не только привет! Это незапланированная третья часть видео про свет в аквариуме. Первая часть была посвящена общим основам и принципам освещения в аквариуме, а вторая часть только моему опыту освещения в моих аквариумах. Остро возникла необходимость проведения прополки в аквариуме, поэтому я решил сделать это видео. В этом ролике я наглядно покажу результат изменения освещения за 5 дней и подведу итог, который подтвердит или опровергнет сказанное мною в первой части. Чтобы веселее было смотреть, я сначала покажу процесс фотосинтеза в аквариуме, как он обычно протекает последние 5 дней, а потом поддам газку и покажу, что будет, если начать подачу СО2. Кратко напомню, что вторая часть завершилась тем, что я промучившись 3 месяца с освещением аквариума, заявленной производителями мощностью света 550 Вт света на 220 литров воды и 12 часовым световым днем, под которым растения встали в росте, почти полностью переделал свет, оставив частично перегоревшую самодельную панель светодиодного освещения на примерно 70 Вт световой мощности и установив 4 прожектора по 50 Вт на 220 Вт, итого получилось примерно 270 Вт света на 220 литров воды. И вот с момента установки нового освещения прошло 5 дней. Я наглядно и крупно показываю, как выглядел аквариум 5 дней назад. А так он выглядел примерно и 7, и 10 дней назад, так как растения почти не росли и застыли в росте. Красные растения стали терять свой окрас и блекнуть. А теперь вот так выглядит аквариум по прошествии 5 дней. В аквариуме ничего не изменилось в плане содержания, кроме как поменялся свет. Еще раз напомню, кто не знает, аквариум уже 21 месяц содержится без подмен воды на доливе. СО2 не поддается больше года, ни в какой форме. У задобрений только самыми схелат железа и калия. Результат за 5 дней следующий. Почвопокровка поползла с большой скоростью в разные стороны. Пузыряет вовсю уже 5 дней. Опыт с химиантусом микронтимоидесом имел. На предыдущих видео были видны его заросли и стричь приходилось каждые 5 дней. Так что и сейчас начнут уже с ним бороться, как с сорняком. Амбулия и Кобомба не только доросли до поверхности воды, но уже стелятся по течению вдоль поверхности. Перестолистник, несмотря на то, что 5 дней назад был триммингован до половины высоты аквариума, уже опять достал до поверхности и также стал стелиться. Верхушки Дидиплеса и Бакопа Каролинской приобрели коричнево-красноватый оттенок. Нефея Тигровая, Людвигия Суперрет, Ратала Индийская налились красным цветом и приобрели различные насыщенные тона красного. Простите, я мужчина, их в тонах не очень понимаю. Активизировался в росте и насыщенности цветом Эхинодорус нежный рубр. И это все без СО2, без каких-либо комплексных удобрений. Уже как два дня, я, видя такой интенсивный рост, стал понижать световой день. И теперь в аквариуме световой день составляет 10 часов. При этом час после включения и час до выключения мощность света составляет 100 Вт от 270, типа закат-рассвет. Но даже так, для моего аквариума, с моими условиями содержания и моим количеством растений, этот свет является явно избыточным. Я прекрасно понимаю, что стою теперь перед выбором, или еще уменьшать световой день, или начать подавать СО2 в любой форме. Иначе такой свет мой аквариум до добра не доведет. Благо воду не подмениваю, доливаю водопроводной водой, с макро и микро удобрениями проблем нет. Вы уже увидели, что было и стало после подачи СО2 в аквариум. Дальше снимать не стал, все покрыл с пузырьками кислорода. А теперь вывод и резюме. Первое. Я специально не называю, какие прожекторы поставил. Дело не в фирме и названии. И с другими прожекторами, соответствующими заявленным характеристикам, было бы тоже самое. У меня и с другими прожекторами растения прекрасно растут в другом аквариуме. Главное, правильно подобрать мощность освещения, именно для вашего аквариума. Второе. Прожекторы ничуть не хуже любого другого света и вполне достаточный источник освещения аквариума травника. Третье. Было на 220 литр воды 550 ватт, недостаточно освещения, и стало 270 ватт, избыточно. То есть не все то, что заявлено производителями, в очень многих приборах освещения является правдой. Четвертое. Избыточное освещение проще и легче регулировать сокращением светового дня в аквариуме. А вот недостаточное освещение лимитировано увеличением светового дня до 12 часов. Далее привет водорослям. При этом, мое мнение, важнее интенсивность освещения, чем продолжительность светового дня. Переведу на русский. Лучше 6 часов светить мощностью 1 ватт на 1 литр воды, чем светить мощностью 0,5 ватт на 1 литр 12 часов. Цифры от потолка для наглядности. И главный вывод и заключение, которые должен сделать каждый аквариумист. Аквариум, как живой организм, в котором, в случае существенного изменения одного параметра содержания, обязательно требует изменений другие параметры и происходит изменение других условий принципов содержания. На примере света. Если вы захотели и завысили освещение аквариума, будьте готовы подключить систему CO2 или иным способом начать подавать CO2, а также начать подавать удобрения. Иначе быть в беде. Кто не понял про что видео, все-таки посмотрите хотя бы первую часть, а еще лучше вторую часть видео про свет. Друзья, не забывайте, у клуба есть своя страница в Instagram и группа ВКонтакте, где вы можете задавать вопросы, найти много полезной информации по различным вопросам аквариумистики и отслеживать выход новых роликов. В разделе сообщества канала YouTube всегда можно проголосовать за тему следующего ролика. Всем благодарен за внимание и просмотр. Желаю удачи в любимом деле.